Слава Украине, героям слава, привет всем от Полонского. Ну вот, посмотрите, мы, как обычно, в Киеве и в городе абсолютно спокойно. Ни тебе никакого следа русского мира или еще какой-то мерзости. Кто знает, что такое русский мир, или кто имел несчастье с ним соприкасаться, тот себе это очень хорошо представляет. Вот пару дней назад я был как раз в, скажите мне, в Ирпене, в Буче. Объездили там снова все, те районы, которые мы раньше не видели, объездили. Ну, ребята, это капец. Приезжаешь оттуда, знаете, вот красивый город Ирпень, просто очень красивый. Но то, что с ним сделали эти обезьяны, это просто невозможно. Это, конечно, ужасно. Это сердце кровью обливается, когда смотришь, что они сотворили с красавцами. Слава Богу, Киев, их не допустили в Киеве. Им обломали рога прямо. Фронт тогда проходил. Ну, фактически, вот если кто помнит мои видео, то Романовский мост разбитый. И вот этот мост как раз и являлся линией фронта на тот момент. И именно Романовский мост они, собственно говоря, и не прошли. Если бы они добрались сюда, ну, представьте себе, посмотрите на Киеву, посмотрите на Мариуполь. Мариуполь был красивым, благополучным, ну, очень нормальным городом. Городом для жизни. Что тут говорить? И посмотрите, что они из него сделали. Там сегодняшний день, на сегодняшний день люди пьют из лужи и ловят с луками голубей, чтобы не умереть с голода. И сравните это все с Киевом, который у меня там за спиной. Просто, как говорится, туда русский мир добрался, а здесь русского мира нету в помине. Вот, собственно, и вся разница. Почувствуйте ее, как говорится. Ну, а сам Киев, ну, что вам могу сказать по Киеву? Киев в абсолютно полном порядке. Магазины, сервисы, услуги, ну, все, скажем так. Так, нельзя сказать, что в том же состоянии, в котором оно было до войны, но, скажем так, процентов на 70-80 в довоенном состоянии. Цены подросли. Я врать не буду, цены выросли, конечно, тут понятно. Гривна же подсела. Гривна была 28, стала она сейчас у нас, грубо говоря, 34 с гаком, 35. Соответственно, в соответствии с этим выросли и цены. Не драматически, но, конечно, выросли. Но все работает, все городские службы в наличии. Вода, свет, телефон, газ, это все работает. Интернет в прекрасном состоянии. Как говорится, особых бытовых, мы не испытываем проблем, но испытываем моральную проблему, потому что все мы прекрасно понимаем, что у нас за спиной людоед. Людоед с людоедской Россией, которая хочет убить всех украинцев. Все четко и понятно, как дважды два. Они, понимаете, как говорила когда-то Голдомер, мы, конечно, можем с ними разговаривать, но они хотят нас всех убить. Это премьер-министр Израиля, кто не знает. И то, что они нас все хотят убить, не оставляет нам большого пространства для маневра. Так вот, по ситуации с Кутлером, с новым Гитлером, у нас абсолютно такая же ситуация. Мы никак не можем себе позволить дать людоеду, вурдалаку, упырю выиграть войну. И поэтому, знаете что, войну обязательно выиграем мы. Слава Украине!